Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Альманаха Смокерс Мэгазин и в этом выпуске я продолжу разбирать подарки от читателей и подписчиков. На этот раз мы поговорим о сигарах Пердома Фэктори Тур Бленд Коннектик Утробуста. Давайте зажжем! Сигару прислал мне Иван, за что я ему безмерно благодарен. И благодарен даже не столько за сам подарок, хотя бесспорно и за него тоже, сколько за предоставленную возможность еще раз поговорить о Нике Пердома, имя которого, как мне показалось, стало немного забываться в наших широтах на фоне постоянно мелькающих новинок, других имен и названий. А ведь Ник Пердома действительно выдающаяся личность, открытый, всегда с улыбкой на лице, очень разносторонний в плане увлечений, интересов, теперь еще и лектор, и, конечно же, очень успешный предприниматель. Эта фамилия известна, пожалуй, каждому офисионада, а роль деятельности Пердома, наверное, можно назвать предрешенным. Еще его дед крутил сигары, работал на таких фабриках, как Эйчупман, Портогаз. Отец занимал довольно высокие управляющие посты на этих же фабриках, но революция, прессинг со стороны режима Фиделя, его дед Сильо Пердома провел 12 лет в застенках, и только потом смог уехать с Кубы, но это уже не про сигары. На какой-то короткий миг сигары полностью ушли из жизни семьи Пердома, воссоединившейся в США. Ник рос в Майами, после школы и службы в армии работал диспетчером в аэропорту, но фамильная история, по всей видимости, не давала ему покоя, и он начал крутить сигары прямо у себя в гараже после работы. Потом это стало бизнесом, а дальше шаг за шагом появились табачные фермы, в Никарагуа была построена фабрика табакалера Пердома. И тут стоит отметить, Ник Пердома еще в гараже, во многом не соглашаясь с популярными в те времена сигарными трендами, концентрировал свое внимание на экспериментах с табаком. В частности, значительную его часть уделял работе с различными типами покровного листа, что, в общем-то, стало и, пожалуй, до сих пор остается одной из его главных фишек. На сегодняшний день его сигарная фабрика табакалера Пердома является, наверное, крупнейшим предприятием в Эстели и вторым по величине в Никарагуа. И, конечно же, Ник любит водить по своим владениям экскурсий, как, впрочем, и многие другие сигароделы. Вот вкратце так и появились сигары Пердома. И, в частности, серия Пердома Фэктори Тур Блэнд, созданная для гостей фабрики. У меня был на канале обзор Витолы Пердома Фэктори Тур Блэнд Мадуро Тора. В этом выпуске мы попробуем Коннектикут Робуста. Это сигара с размерами 130 мм в длину с диаметром RG52. Начинкой связующий лист здесь – Никарагуанский табак. Покровный лист – Эквадорский Коннектикут. Красивый, аккуратный, шелковистый и очень ароматный. Хотя насчет красивый тут пока можно судить только по открытым частям, так как сигара практически полностью скрывается под большим роскошным бантом. Но ароматный – это бесспорно. Многие курильщики почему-то открещиваются от сигар Коннектикут, но Пердома определенно умеет их готовить. В запахе покрова чувствуется сладковато-медовый, чуть цветочные тона с нотами кедра. Есть не сильная животная нота. В холодной тяге – древесные тона и мед. Тяга хорошая, облегченная, но не сквозная. Редактор субтитров А.Семкин Старт у сигары хороший, мягкий, но достаточно крепкий. Легкие травянистые ноты, пряно-древесные тона, немного ореха и есть не сильный, но отчетливый сливочный привкус. Приятное начало с хорошим, мягким, сладковатым ароматом. Только пугает немного плотность посадки банта. Начало второй, третий прям сладкая. Сливочная карамель с медовым уклоном. На противоположной чаше весов находятся пряно-древесные тона. Баланс хороший, но не идеальный. Немного вперед выпирает острота черного перца. Аромат раскрывается сладким бисквитом с орехом. Вот тут все просто отлично. Заключительный третий сигара остается сладкой, но теперь это темная карамель и гречишный мед. Однако начинают подмешиваться темные тона. Кофе, хорошо прожаренный орех. Вскоре начинают понемногу вплетаться кожисто-землистые оттенки вкуса. Жареный орех выходит вперед и в аромате дыма, который становится плотнее, насыщеннее, крепче. Хороший, не карагуанский дым, как и финал в целом. Мне понравилась крепкая ароматная сигара на час с небольшим курением. Уверенно сладкая, но без перебора, прям под верхнюю планочку. Что создает ощущение мягкости, даже когда пряная составляющая активизируется. Еще раз спасибо Ивану и всем вам за подарки. Это не последний такой выпуск. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok